Всем привет! С вами Информ ТВ. Вия Артмане прожила насыщенную, но, как она сама говорила, несчастливую жизнь. С самого раннего детства тяжело работала, жила без отца, вышла замуж без любви и жила с мужем только ради детей. Многие советские зрители помнят актрису по таким картинам, как «Родная кровь», «Туманность Андромеды» и «Стрелы Робин Гуда». В 69-м она получила звание народной артистки. Мужем Вии стал знаменитый латвийский актер Артур Димитерс, который был намного старше своей супруги. Встретились они в театре. Мужчина был не особо красив, с лысиной и к тому же женат. При этом был настойчив, ревнив и сильно ей угрожал. Если Вия ему откажет, то ролей ей не видать. Его не заботили бывшая жена и сын. Уже после того, как муж ушел из жизни, Вия призналась в интервью, что единственное хорошее, что муж ей подарил – это дети. Старший сын Каспар стал популярным музыкантом, известным во всем мире. Дочь Кристиана – художник-иллюстратор, она также рисует персонажей к мультфильмам. Кстати, девушка – не родная дочь Артура. Она родилась от романа актрисы с известным актером Евгением Матвеевым. Всю жизнь Артманы скрывала его имя и только перед смертью раскрыла тайну. Но к концу жизни все стало разрушаться. У Вии отобрали квартиру в самом центре Риги, потому что объявился наследник предыдущего хозяина. В театре ролей больше не давали. Последовали инфаркт, несколько инсультов, обострение старых болезней и страшная нищета. Все это в один миг свалилось на звезду экрана, а ведь когда-то она была символом кинематографа Латвийской ССР. Последнюю роль Вия сыграла в 2003 году. В 2008 случился третий инсульт, пережить который она уже не смогла. Если вы помните эту прекрасную актрису, ставьте лайк, не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!